Добрый день, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Я веду свой маленький репортаж вот с этого места. На прошлой неделе в соцсетях многие сделали пост, вследствие чего? Здесь была сделана разметка на дороге, которая вела в клумбы, в газоны. Многие решили, что была совершена большая глупость. Ну, почему-то вот так решилось. Среди критикующих было много людей, которые высмеивали такое решение нанесения разметки. Люди не задумались о том, что есть какая-то стратегическая цель. Стратегическая цель на сегодняшний момент, это спустя 5 дней, вот она начала проясняться. То есть здесь, оказывается, по проекту было принято решение сделать тротуар. Мы сейчас отлично видим, что работы проводятся. Но среди критикующих, к сожалению, были такие люди. Например, Юрий Федорович Исаев. В прошлом году закончилась его каденция. Он был депутатом городского совета. И я делал репортаж по его округу. Я его искал, я его разыскивал в его приемной. И по тому же округу есть другой депутат на сегодняшний момент. Это Владимир Корнейчук. Ссылки на эти все два репортажа я вам дам. Но вопрос в другом. Как экс-депутат взялся критиковать нынешние власти, не выяснив до конца стратегической цели, стратегических задач, которые на сегодняшний момент выполняются? Непонятно. Но понятно одно, что экс-депутат, по-видимому, в свою каденцию так и не смог достичь каких-то положительных результатов. А то, что сегодня, ну, его немножко крутит, наверное, обижает, расстраивает. Но я знаю, что тот депутат, который сегодня работает в том же округе, делает определенную работу и хорошую работу. Добросовестно работает человек. А что экс-депутат делал? Ну, мы все видим, что было в предыдущей каденции, к чему город пришел. И что делают сегодня городские власти. Понимаете, что делают сегодня депутаты? Все это я вам показываю, периодически вы видите сами. Ну, а сегодня вот принимайте сами решение. Да, нанесена разметка. Да, на три дня раньше, чем начались работы по производству тротуара. Три дня. Это не так и много. Но люди работают. Есть определенные цели, определенные задачи. Здесь просто проезжали по проекту, та бригада, которая наносит разметку. Что, надо было ее увести в другую сторону? А потом, когда будет тротуар, наносить разметку, тоже глупо. Все это затратная часть. Поэтому смотрим и сами делаем выводы. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.